Всем доброго дня и вы на канале Будни Милка 70. Сегодня я буду пробовать печь куличи краффины. Здесь у меня изюм и курага. Вот здесь я поставила тесто. Начинает подниматься. Буду держать вас в курсе, что будет дальше. Еще я сделала две творожные паски, поставила их замораживаться. Позже достану, сниму форму и покажу, как это выглядит. Паску я сделала с домашнего творога. Положила немножко сметаны, маслица, немного ванилина и немного сахара. И одна у меня просто с творога, а другая с курагой. Творожное тесто я пробовала, очень вкусно. Не знаю, как замерзнет. Вот такие краффины у меня получаются. Здесь курага и изюм. Здесь краффин с маком. Сейчас спеку первую партию. И попробуем мы с Сергеем, как они на вкус. На цвет я первый раз спеку такие куличики. Ну, сколько я видела, они мне очень нравятся. Сейчас я их буду ставить в духовочку. Вот у меня курага и чернослив. Маслица домашняя. Здесь мука. Ну и вот такой творческий беспорядок, так можно сказать. Я, конечно, уберу перед тем, как буду новое тесто раскатывать. У меня остались вот такие большие формочки. Эти формы побольше. Не знаю, какие краффины в них получатся. Хочу попробовать еще, может быть, в маленьких кружечках чайных спечь. Ну вот, попробовала я сделать паску из творога. Вот такая она у меня получилась. Тут, конечно, есть недочеты маленько. То, что я плохо запрессовала. Вот как. Ну, сами мы скушаем это. Еще краффины у нас. Куличи краффины сейчас готовятся с нему тоже. Вот такие куличи краффины у меня получились. Сейчас я один достану бумажки и покажу вам, какой он. Слоистый или нет. Вот такие куличи у нас получились. Вот такие они слоеные, слоистые все. Вот такие. И пышные, и самое главное. Вот столько куличиков у меня получилось. Куличики краффины. Вот эти поменьше. Вот эти побольше. Формочки. А вы были на канале «Будни мелкость 70». Поздравляю всех с наступлением святого праздника Пасхи. Всем здоровья.